Привет! В этом видео я расскажу про возможные изменения в ЕГЭ в 2023 году, поэтому если ты сейчас 10-классник или 9-классник и интересуешься этой темой, то обязательно смотри это видео. Я буду говорить про ЕГЭ по истории, потому что сама я преподаю историю уже 4 полных года, и в этой сфере кручусь довольно давно. Ну а вообще, у меня очень много полезняшек на канале, например, недавно я выпустила видео про то, что есть из всемирки на ЕГЭ, как к ней готовятся и что, возможно, изменит всемирки в следующем году. Вот здесь где-то появится подсказка «Переходи и смотри». А вообще, на канале у меня много ЕГЭшного контента по истории, там есть бесплатные вебинары, особенно много вебинаров по 20 веку, поэтому переходи, они очень интересные, понятные, доступные и точно не как в школе. Как вообще родилась идея такого видео? На самом деле ЕГЭ у нас заканчивается, и, конечно же, всем преподавателям тоже очень интересно, что будет дальше, потому что в этом году, в 2022 году ЕГЭ очень сильно изменился. И еще летом того года нам обещали, что через год, то есть в 2023 году, ЕГЭ изменится еще больше. И вот буквально недавно, неделю примерно назад, я созванивалась с главным экспертом ЕГЭ, и мы обсуждали, во-первых, особенности проверки заданий, там, 2022 года, потому что там было новое обучение, но также затронули тему изменений следующего года, потому что, понятное дело, что в учительской, особенно экспертской среде, это все обсуждается. Что же я интересного выяснила? Погнали! Изменение номер один. Скорее всего, в ЕГЭ 2023 года будет введено задание из ОГЭ, которое выглядит вот так. Это задание на поиск общего или на поиск различий в каких-то процессах или явлениях. В девятом классе у ОГЭшников очень давно есть такое задание, раньше оно было и в ЕГЭ, прям в самом-самом-самом древних версиях ЕГЭ тоже было такое задание. Сейчас ее хотят вернуть. Изменение номер два. Честно, оно очень неприятное. Я бы сказала, что оно просто отвратительное. И я надеюсь, что этого не будет. Объясняю суть. Значит, сейчас у нас есть в ЕГЭ в 2022 году задание 17. В задании 17 нужно написать причины либо последствия каких-либо событий. И там можно написать сколько угодно причин и сколько угодно последствий. Эксперт обязан прочитать все, выбрать там правильные, если есть, и за них поставить балл. Поэтому я всегда учу учеников, учу учеников татологии, но да ладно, писать как можно больше. Потому что если ты напишешь три, то, скорее всего, что-то из этого будет неправильным. Но если ты напишешь, например, семь причинно-следственных связей, то, скорее всего, три из них хотя бы будут правильными, и ты заработаешь свои три балла из трех. Что хотят сделать в следующем году? В следующем году собираются ограничить вот эту вот подушку безопасности, убрать ее у учеников. И будут проверять, тут два варианта, либо будут проверять только первые три, а дальше не проверять. Таким образом, что ты написал в первых трех пунктах, то оценивается, дальше не оценивается. Либо, вариант второй развития этого задания, это снятие баллов за неправильные суждения. По-моему, сейчас такая система была введена в общество знаний, и Артасов очень хочет, короче, чтобы в общество, чтобы в истории тоже было так. На самом деле, шаг к этому был сделан уже в этом году, но это коснулось только первой части. Типа, допустим, раньше в общество знаний вот уже в течение долгого времени в тестах не просят назвать конкретное количество пунктов, то есть не говорят «выберите там три правильных из шести». Там просто может быть от одного до шести верных вариантов в ответе. А в истории до 2022 года четко всегда писали «выберите три верных позиции из шести», «выберите две верных позиции из пяти». То есть там ты мог даже наугад методом тыка и исключения это все сделать. В этом году в тестовой части это убрали, и, собственно, теперь тоже может быть, допустим, задание по карте типа «два верных», «три верных», «четыре верных», «пять верных» и так далее. Но теперь хотят сделать это во второй части. Сейчас, в 2022 году в ЕГЭ есть одно задание, где работает это правило. Это шестнадцатое задание. Задание по Великой Отечественной войне. Там тебе дается два текста по Великой Отечественной войне, и надо написать, ну, допустим, там, какой операции посвящены эти события, какие там командующие участвовали, и какое-то задание по тексту. Так вот, если, допустим, ты, это, кстати, всем на заметку, об этом вообще почти никто не знает, «Угу, смотрите, если ты написал несколько командующих, потому что думаешь, ммм, это Сталинградская битва, я знаю там всех командующих, и пишешь одного, второго, третьего, четвертого командующих фронтами, и среди них оказывается один неправильный, то тогда весь этот пункт аннулируется, и ты балл за это не получаешь». Каково, нравится? Вот, поэтому пиши здесь только по одному, на всякий случай. Вот, изменение номер три. Три. Это, конечно, всех интересует, что касается Всемирки. Но я здесь не буду никого обманывать, что-то придумывать. Что будет со Всемиркой, не знает никто. Что? Говорили в начале этого года, что планируют в следующем году увеличивать Всемирную историю. Если вы посмотрите на ОГЭ, а ОГЭ, как бы сначала что-то меняют в ОГЭ, потом, через пару лет, такие же изменения, ну, похожие изменения, вносятся в ЕГЭ, потому что это два преемственных экзамена. И два года назад в ОГЭ внесли изменения и добавили туда Всемирную историю, причем это было прям таких четыре, по-моему, хороших задания по Всемирке в тестовой части. Так что есть очень большая вероятность, что в ЕГЭ в следующем году тоже будет больше заданий по Всемирной истории именно в тестовой части. То есть это был там выбор верных суждений по Всемирной истории, это какие-то текстики по Всемирной истории и так далее. Вот. Что касается второй части по Всемирной истории, я не думаю, что там будут давать новое задание по Всемирке. Возможно, как-то видоизменят девятнадцатое задание. Вообще, объясню, как это происходит у составителей. Проводят ЕГЭ, анализируют то, как ученики справлялись с каким-то заданием, и дальше его либо видоизменяют, либо не видоизменяют, либо убирают, либо не убирают. Например, раньше было сочинение на ЕГЭ, сочинения все начали готовые писать, сочинения чуть-чуть поменяли. Но это не помогло, и в этом году сочинения отменили вообще, потому что говорят, зачем мы проверяем просто списанные одинаковые шаблонные сочинения. Все, это нам ничего больше не показывает. То же самое, такая же участь происходит со всеми заданиями второй части, поэтому точно мы сможем сказать по Всемирке только после этого анализа в конце августа, когда выкатят новую демо-версию уже 2023 года. Но морально, десятиклассники, готовьтесь к тому, что Всемирки будет больше хотя бы в первой части, и что проходить ее в любом случае придется. Но есть хорошая новость. Всемирка — это очень классно, это интересно, это познавательно, и даже, честно вам скажу, для будущей вашей жизни Всемирная история вам понадобится побольше, чем история России, и вы будете с ней встречаться гораздо чаще, чем с историей России. Даже в гуманитарных университетах Историю России проходят не так часто, как мировую историю, потому что, типа, вы и так сдали ЕГЭ по истории, чтобы туда поступить. Зачем вам еще ее проходить? А вот Всемирную историю вам дают в большом количестве. Так что вездеющие плюсы. Надеюсь, это видео было для тебя полезным. Ставь лайк, чтобы изменения были незначительными, и все в ЕГЭ было хорошо, без всяких неприятных сюрпризов. В комментариях можешь написать, какие твои ожидания вообще по поводу ЕГЭ 2022 года, мне будет очень интересно это послушать. Ну и увидимся в следующих видео. О, я забыла сказать... Стой, подожди, не переключай. Я забыла сказать, что у меня есть телеграм-канал для десятиклассников. Ну и для девяти, для десятиклассников. Тех, кто будет сдавать ЕГЭ в 2023-2024 годах. И там вся актуальная информация касательно ЕГЭ, и люди, которые будут подписаны на этот канал, получат первыми все новости об изменениях, и всю новую информацию, которая касается ЕГЭ следующих лет. Ну и еще там всякие штучки по теории, обсуждения, университеты и так далее, и так далее, и так далее. Короче, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к комьюнити вайбовцев-десятиклассников.